Прогуливаясь по улице Октябрьская, словно попадаешь в сказку. За всем этим красочным великолепием стоит труд обычных людей. Жителей дома номер 31, 37, 39 и 41. Персонажи из любимых детских сказок, поделки ручной работы и даже озеро с лебедями. Такую красоту нарадовать своим соседям Александр Сухарев смастерил собственными руками. Как пошел на пенсию, это же больше стало мыслей, больше времени, больше свободного времени. Тут же свою инициативу и способности проявил. Работает мужчина преимущественно с деревом. Александр использует картинки из детских книжек или придумывает и рисует эскизы будущих деревянных фигур сам. Не верю, что я за свои деньги все это построил. Думаю, что я нанятый плотник домоправления. Дети особенно рады моим поделкам. Так с легкой руки мастера во дворе дома уже появились пчелиный улей, повозка с лошадью, ветряная мельница и небольшой колодец с ведерками. По клумбам бродят деревянные аисты и петушки. Здесь сказка как будто оживает. В избушке на курьих ножках сидит старенькая баба-яга. А кот-сказочник и днем, и ночью ходит по железной цепи. В благоустройство включаются и другие неравнодушные соседи. Не имея художественного образования, Сергей Иванов взял в руки краски и кисти, и неприглядный вид подъездов дома сменили яркие картины. Молодой мужчина очень рад, что его творчество дарит радость детям, а соседям – гордость за свой уютный и чистый дом. Это увлечение, можно сказать, всей жизни. В основном я себя на даче у родителей, там где-то по соседству. А так здесь вот лет пять назад просто на подъездах решил поправить общий вид. Мы делаем все это для благоустройства нашего города к 60-летию. Двор утопает в зелени и цветах. Он всегда полон гостей, а улыбки и искренний детский смех льются здесь рекой. За чистотой и порядком на придомовой территории следит старшая по дому Мария Ефименко. В дню города 60-летию мы стараемся навести парадок, цветы, и что будем покупать, садить на клумбы. Также жители домов по улице Октябрьская своими силами обустроили детскую площадку, которая стала любимым местом для игр детей. Сюда приходит интересно провести время с детьми и пообщаться даже из других микрорайонов города. Очень красиво. Я хочу научиться красиво рисовать и нарисовать на подъезде красивый наш город. Мы с внуком всегда с удовольствием смотрим, рассматриваем. Детям это очень важно, чтобы было чисто, красиво. А наша задача жильцов – поддерживать эту чистоту. Приятно, что в нашем городе есть такие жильцы, которые наводят парадок возле своего дома, инициативу проявляют.